Не бойся, ибо я всегда с тобой. Страхи, сомнения, волнения. В один из трудных моментов в своей жизни, когда мне одолевали страхи и сомнения, я положила себе на стол записку со словами «Не бойся, ибо я всегда с тобой». И вы знаете, с каждым разом, читая ее, мне становилось спокойнее, и появились силы, и в ситуации появился просвет. А затем она и вовсе разрешилась. Как пишет в одной из своих книг Нормал Винсент Пилл, женщина застряла в лифте и позвонила диспетчеру, а он ее спрашивает «Мадам, вы не бойтесь, мы скоро починим лифт». «Я не боюсь, я не одна», – ответила она. А когда она вышла из лифта, и в нем больше никого не было, на вопрос «Как же так?» Вы сказали, что одна. Она спокойно ответила «Со мной был Бог». Замечательно, правда? Когда вы начинаете беспокоиться о своем будущем, поддаетесь сомнению и страху, вы отталкиваете от себя процветание и перекрываете поток благ в свою жизнь, и притягиваете этот негатив к себе, а также оттягиваете исполнение ваших желаний. Страх способен разрушить любую созидательную вибрацию и является препятствием для любого начинания. Как написано в книге Йова, «Ужасного, чего я ужасался, то и постигло меня, и чего я боялся, то и пришло ко мне». Другими словами, энергия человека, который беспокоится, приобретает форму страхов и опасений, притягивает миллионы таких же обеспокоенных мыслей других людей. Страх и волнение начинают расти и пускают свои корни в вашем сознании. Строение начинает стремительно падать, и мир меняется. Волнуются все, но выигрыши остаются тем, кто умеет справляться со страхами и сомнениями. Кстати, то, чего мы лишаем своего внимания, блекнет и исчезает. Мы уже говорили об этом, это касается и страха. Если вы выбрали путь к богатству и процветанию, просто необходимо взять под контроль негативные эмоции, которые мешают вам продвигаться по пути успеха и процветания. Дело в том, что если вы постоянно чего-то боитесь и опасаетесь, то это непременно исполнится, потому что с нами случается именно то, во что мы верим и о чем думаем. И когда в очередной раз вас будут одолевать сомнения, страхи, беспокойства, задумайтесь над тем, что вы сами разрушаете себя физически и духовно, лишая здоровья, счастья, спокойствия и достатка. Боюсь, что не хватит денег, боюсь, что потеряю деньги или буду ограблен, боюсь, что наступит черная полоса жизни после светлой и радостной, боюсь, что либо начать, так как не верю в успех, боюсь, что меня уволят, боюсь остаться без средств существования, боюсь, что не справлюсь с соответственным заданием. Знакомы вам подобные мысли? В жизни удается преуспеть тем людям, которые смелее и сильнее всевозможных страхов. Поэтому примите осознанное решение избавиться от привычки волноваться, бояться и беспокоиться. С чего же начать? Скажите себе, что вы обладаете силой избавиться от этой привычки, можете сделать это. Понаблюдайте за своей речью и исключите из нее слова, вызывающие волнение, страх и беспокойство. Все негативные и беспокойные мысли сразу же заменяйте на позитивные. Я беспокоюсь, я волнуюсь. Я спокойно и нахожусь всегда в полной безопасности. Я опаздываю. Я всегда все успеваю сделать вовремя. У меня столько времени, сколько мне необходимо. Мне не хватает. Всего хватит на всех, в том числе и для меня. Я верю в себя и свою способность создавать все, что мне необходимо. Я все могу. Я наполнена спокойствием и уверенностью. Я нахожусь под защитой божественных сил. Если Бог и высшие силы со мной, то кто же может быть против меня? Высшие силы охраняют и защищают меня и моих близких сейчас и всегда. И подсказывают мне все, что мне необходимо знать. Благодарю, да будет так. Есть одна очень эффективная техника, которая поможет избавиться от страха. Страх – это всего лишь негативная информация о каком-либо событии. Поэтому вам надо выявить это событие или ситуацию, которая послужила причиной, и переписать ее. Например, представить ситуацию и завершить ее положительно или в смешном варианте. Либо стереть. Закрыть глаза, написать в своем воображении, как на экране, чего вы боитесь, и просто стереть это. Так просто? Да, так просто. И что это поможет? Безусловно. Представьте, что все ваши тревоги растворяются, улетают, а на их место приходит спокойствие и свет. Приятные ощущения легкости, умиротворения и счастья. Вы можете вечером перед сном проделать такое. Поднимите руки на уровне груди, ладонями вверх, закройте глаза и произнесите. Сейчас я очищаю свой разум от всех страхов и тревог. Затем разведите ладони и резко опустите руки вниз и скажите. Да будет так. Благодарю. Я спокойно и нахожусь в полной безопасности. Теперь вы можете идти спать. Кстати, что можно еще добавить? Благодарю за этот прекрасный день в моей жизни. Господи, прими все мои тревоги и волнения. Я знаю и верю, что ты позаботишься обо всем. А я спокойным сердцем засыпаю. У вас теперь начинается совсем другая жизнь. И страхи, и сомнения вам ни к чему. Скажите страхам и всем тревожным мыслям нет и еще раз нет. Стряхните и гоните их прочь. Один из секретов изобилия и сознания процветания состоит в правильном позитивном мышлении. Необходимо всегда поддерживать, подпитывать свое мышление позитивными настроями и аффирмациями. И учиться верить в то, что все, в чем вы нуждаетесь, будет даровано вам. Есть люди, которые живут там в доставке, но боятся, что он может исчезнуть и в их жизни, их жизнь станет другой. Те самым закладывая сомнения и страхи. Все зависит от вас. Поэтому очень внимательно относитесь к своим мыслям, словам и желаниям. Будьте предельно внимательны. Живите осознанно. Отгоняйте все негативные чувства и страхи из своей жизни. Не надо зацикливаться на временных проблемах и трудностях. Как только вас посетили мрачные тревожные мысли, наполненные дурных предчувствий, сразу же повторяйте позитивные утверждения. Поблагодарите ваши страхи за заботу о вас и предупреждение. Отпустите их и скажите, я знаю и верю, что все происходит к моему высшему благу и благу всех. Все будет хорошо. Я это знаю. Благодарю. Когда появляются грустные мысли или какая-то сложная ситуация, я говорю себе, что, во-первых, все проходит, пройдет это. Во-вторых, делаю все возможное, все, что в моих силах, а затем отпускаю ситуацию, вопрос или проблему и доверяю ее разрешениям высшим силам и творческой энергии. Я передаю эту ситуацию в твои руки и знаю и верю, что она будет благополучно решена. Благодарю за помощь. Высшая сила всегда готова помочь нам. Она только ждет просьбы с нашей стороны. Сообщите и передайте ей свои страхи, опасения, волнения. Поведайте о своих проблемах. И вы почувствуете, как придет спокойствие, а со спокойствием и уверенность. А уверенность в себе и внутренняя сила – это самое лучшее средство от страха. Наполните свои мысли покоем, гармонией, верой и ожиданием наилучших перемен. И очень скоро вы увидите и почувствуете чудеса, которые будут происходить в вашей жизни. Это просто удивительно. Как переключив свой разум, с негативных мыслей на позитивные тревоги исчезают. Пока вы стремитесь избавиться от них, а может быть даже бежите от ситуации, она цепко держится и гонится за вами. Когда вы отпускаете ее, эта ситуация утрачивает свое негативное значение. Вы являетесь полным хозяином своим чувств. Помните об этом. Вы хозяин и никто другой. И когда вы осознаете это и контролируете свои чувства, вы полны энергии и сил. И вам подвластны любые дела, вам подвластно все. Энергия течет через вас свободно, вы бодры, полны сил и здоровья. А это именно то состояние, которое необходимо для реализации намеченных планов.